Печальная новость сегодня пришла из Москвы и не стала Николая Караченцева. Соболезнование родным и близким народного артиста России направил президент Беларуси. В памяти миллионов людей он навсегда останется замечательным артистом и сильной личностью. Созданные им в кино и на театральных подмостках блистательные и незабываемые образы неизменно покоряли публику психологической достоверностью и глубиной характера, говорится в соболезновании главы государства. В 2005 Николай Караченцев попал в серьезное ДТП, получил черепно-мозговую травму, была сложнейшая операция – кома. То мужество, с которым Караченцев и его супруга переносили беду, придавало еще большего уважения к его личности, его семье. В 2014 для почитателей таланта всенародно любимого актера было большой радостью получить новость – актер вернулся в строй. Он снялся в новой ленте, и нам, белорусам, было вдвойне радостно, что это фильм наш, отечественный. Неважно, был ли это кино-триумф, это был триумф человека над сложными жизненными испытаниями. И сегодня, когда поистине великий актер, наш современник, покинул этот мир, хочется говорить о том, что в большей степени, чем личная хроника, останется в нашей памяти – кино, театр, творчество Николая Караченцева, который не переставал удивлять своим характером и талантом. Простор белорусских улиц он открыт для себя в 80-х. В Минске Караченцев по приглашению режиссера Игоря Добролюбова. Москвичу, ленкомовцу, памплуа, герою, брутальному, подтянутому, современники даже сравнивали его с Делоном и Бельмондо, актеру, предложили роль деревенского, разглядяя Васки Ходаса. Первая мысль Караченцева – отказаться. И вдруг, я не знаю, что со мной сделалось, я бегал по своей кухне полночи, я курил одну же другую сигарету, я представлял, как я буду его играть. Я рвался на эти пробы и молил судьбу и Господу Богу, чтобы меня утвердили, так мне хотелось сыграть в этой картине, так хотелось сыграть эту роль. Он сразу попал в типаж и стал чуть ли не своим, одновязковцем для тысяч белорусских сельчан. Один мой знакомый, пошля червового прогляда в Белых роз, сказал, ну такого белоруса, я кого сыграл, подкрешливый, сыграл Караченцев, не знойдешь. Фильму «35» ООН – ежегодная программная классика отечественных телеканалов. Правда, многих коллег, с которыми делалось кино, Караченцев пережил. Ушел Игорь Добра-Любов, это он усадил актера известного трюками к Аисту в гнездо. Нет, Стефания Станютой, бабка Киселиха по-матерински жалела непутевого Ваську. И Юлия Космачева, которая называла Караченцева киношным, таткой, теперь только в памяти и в ленте. Эту картину у нас любят все. Даже казалось, что чего Коля фантастический, удивительный. За сладкие муки, год разлуки, и так всегда, так всегда. Белорусская кинопремьера открыла ему Беларусь из 90-х. Караченцев – гость нашей столицы. На сцене филармонии Дома кино с гитарой. После Высоцкого за ним особый жанр – актерская песня. Любимчик белорусского экрана из студии на Макайонка-9. Да и, наверное, человек, он должен быть чистолюбив. Да, он должен выигрывать соревнования. Да, он может действительно пытаться совершить рекорд. Какой-то взять рубеж очередной. Но завидовать тому, что мы с вами взяли какой-то одинаковый рубеж, а вам больше заплатили, или вам дали звание, а мне нет, или у вас... Вот это вот я не понимаю. Я к тебе ночью приду. Жжу с бумон. Шпионаж и драки. Слово «телевидение» для него особая любовь. С десяток экранных проектов. Работа с озвучкой. Это голосом Караченцева, говорят герои французского кино и советских мультфильмов. Провинциальный, зато принципиальный. И приключения люблю. Вау, вау! Он начинал в театре, в школе-студии МХАТ. Отличник выпускается в Ленком. На него делает ставку Марк Захаров. Только главные роли и десятки спектаклей, ставших классикой. Николай Рыбников увидел в своих героях его с мужским мятежным характером. Караченцев в рок-операх «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» и «Юнона Явось». Это про его надрыв, страсть и глубину так и хочется сегодня сказать. Я тебя никогда не забуду. Ты меня никогда не забудешь. Ты меня никогда не уйдешь. У 2000-м Караченцев в Витебске на сцене летнего амфитеатра под аккомпанемент оркестра Финберга и в драмтеатре «Колоса» в трех постановках. Полные залы. Он признается, что любит гастроли. Дай Бог, чтобы люди не просто слонялись от одной сценической площадки до другой, а действительно в этот момент думали только о том, какие мы молодцы, как здорово, что мы можем нести наше искусство так широко и так близко к людям. Он еще не знал белорусов. А белорусы уже знали и любили его. По кино. На экран Караченцев буквально ворвался. 23-летним. Старший сын, 12 стульев, остров сокровищ, собака на сене. Типажи от трагика до гротеска. Более сотни ролей. И даже в эпизодах неожиданный и яркий. Черт побери. Живут же люди. Влюбляются. Я докажу, я докажу, я докажу, я докажу, я докажу, я докажу вам преданно, и я... Любовь на нее. Ури, 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 что случилось, что случилось, ури? Произошла непредвиденная поломка связей. Да и что произошло? Ничего страшного. На меня упала штанга. Грозный и в то же время наивный ури. Смелый, бесшабашный эти кадры 1979-го, казалось бы, напророчили Караченцеву. В 2005-м актер в страшном ДТП. Долгая реабилитация. Но в кино он еще вернется. И снова в Беларуси. Белые росы. Возвращение Николая Караченцев. Тот же Василий Ходес. Только много лет спустя. Роль эпизодическая, почти без слов, но актер утолит свою жажду после 10-летнего перерыва. И даст молодым коллегам всем нам урок трогательности и мужества вместе со своей женой. Про его становишься на той момент, это на углу у всей его жизни до этого момента был подвиг. Это, конечно, и его ная заслуга, и, сразумело, что ей ная заслуга. Это правда. То, что они притремались, потому что такие складанные травмы просто так не проходят. На премьере в сентябре 2014-го Караченцев был лично. Пару месяцев спустя Белые росы-2 открывали кинофорум «Листопад». Актер любил фестиваль, а фестиваль всегда ждал актера. Для него готовили отдельную ложу. Но в Минск Николай Караченцев больше не вернется, как и в кино. Белые росы. Возвращение последнее в его творчестве. В 2017-м новая авария. Снова больница, диагнозы, борьба. Актер ушел из жизни сегодня, а завтра ему могло исполниться 74. Этот «Листопад» уже будет без него. Кленовый лист, кленовый лист, ты мне среди зимы приснись. В тот миг приснись, когда пурган кращает за окном снега. В тот миг, когда все замело, и на душе белым белок. Ты мне приснись, ты железь кленовый.